История учреждения началась 21 сентября 1991 года. Инициатором открытия центра стала Нина Буханова. Личная трагедия сподвигла женщину на этот серьезный шаг. В семье родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Придя за помощью Гаязу Сахапову, в те времена генеральному директору компании Нижнекамскнефтехим, Нина Буханова получила полную поддержку. Нефтехимики во главе с Рафаилом Глянцем буквально на ходу вносили изменения в проект обычного детского сада. После окончания строительства закупили современное советское оборудование, обустроили специальные кабинеты, привезли врачей со всей России. Главное, что отрадно, как нефтехимики начали, оснастили все современным оборудованием. И сегодня вот это уже на уровне там содержания очень хорошие. И руководитель там на месте, знающий человек, педагог, большой буквы. Дважды центр оказывался на грани закрытия. Только благодаря поддержке Ильсура и Айдара Медшинах Надежда продолжает функционировать по сей день. Все трудности остались позади. Сегодня это уникальное учреждение, в которое входит детский сад, школа, интернат и реабилитационный центр. Большое достижение. Это достижение не только нашего города. Центр включает в себя большое количество воспитанников из всех уголков нашей республики. Торжество в честь юбилея Надежда собрало множество гостей. Воспитанники центра, благодарные родители, политики и первостроители. Я горжусь городом. Я радуюсь за себя, за наш коллектив, за то, что всем удалось сделать невозможное. То, что мы делаем, это нельзя рассказать. Я сама мать инвалида. Я могу вам сказать, что помочь семье жить, быть семьей, быть человеком такой, как все. Матерью, отцом, человеком. Вот все. Сегодня на попечении центра более двухсот воспитанников. Надежда действительно вселяет надежду. Практика это доказывает. 98% выпускников центра – социально адаптированные члены общества. Они занимаются спортом, управляют автомобилями, имеют семьи и престижные работы. И все это благодаря слаженной и грамотной работе врачей и педагогов учреждения.